В целом можно говорить о том, что глобальная экономика и глобальная экономическая ситуация не вполне устойчивы, а проводимые в последние годы программы монетарного стимулирования формируют непредсказуемую рыночную среду. В ближайший год-полтора нас ждет достаточно слабый и неуверенный рост мировой экономики на фоне вероятности значительного роста волатильности на финансовых рынках. Для России это означает то, что внешние драйверы роста на этот раз не смогут вытянуть экономику из текущей экономической ситуации, и вероятность быстрого восстановления экономики в 2016 году невелика. Безусловно, необходимо будет использовать преимущество, которое было получено в текущих макроэкономических условиях. Это и более низкий уровень долга, и более низкая стоимость ресурсов. В последнее время на фоне прогнозируемого замедления экономического роста в среднесрочной перспективе более активно стали использоваться различные инструменты, стимулирующие экономическую активность. В числе данных инструментов стоит назвать банковское кредитование, инвестиционное финансирование, динамика которых обеспечивается во многом за счет государственных мер поддержки банковской системы. При этом важно помнить, что экономический рост и финансовое состояние банковской системы — это глубоко интегрированные процессы. Поэтому, на мой взгляд, динамика экономического роста будет являться определяющим фактором для финансового состояния и рентабельности банковского сектора. Основная задача на ближайшее время — это переосмысление понятия эффективности банковского бизнеса. Ключевой риск — это, безусловно, более длительное и глубокое, чем ожидается замедление экономического роста. В этом случае есть вероятность обострения проблем с просроченной задолженностью, источниками роста и сохранением целевой рентабельности банковского бизнеса. Сегодня нам необходимо заинтересовать российского инвестора оставлять этот капитал работать в России и не работать через офшоры. Для этого нужно существенно расширить емкость и число участников внутреннего финансового рынка, который должен стать основой финансовой системы. Вовлечь в него инвесторов из стран СНГ, наших азиатских партнеров. Необходимо сделать более гибкую систему налогообложения, капитальных доходов для тех, кто хочет вести экономическую деятельность на территории других государств. Например, организация внутренних офшоров, как это делается в Великобритании и США. От государства потребуются дальнейшие усилия по улучшению инвестиционного климата, стабилизации налоговой среды и развитию человеческого капитала и инфраструктуры.